К середине 90-х годов на рынке стали появляться услуги частных перевозчиков. Ульяновский завод, заприметив тенденцию участников, стал завлекать их новой моделью своей машины. От обычной версии его отличала увеличенная на 340 мм кабина, в которой появился спальник размером 1580 на 710 мм. Он мог приобретать свои пользовательские функции только при сдвинутых сидениях вперед. Его спальник не был таким навороченным, как у полноценного грузовика-дальнобойщика, но одну ночь в нем поспать можно. В спальный отсек была вмонтирована ниша для различных вещей. Водителям она очень нравилась из-за своего большого объема. Помимо озвученных изменений были еще одни. Так, длина машины увеличилась до 360 мм, а колесная база стала больше на 230 мм. Внесенные изменения немного уменьшили проходимость, но это на УАЗике хорошо отразилось. Он перестал прыгать, и его ход стал более плавным. Изменения потерпела и панель приборов, и в кузове появились откидывающиеся сидения. А комплект мог включать в себя тент, дуги, два бензобака по 56 литров, передние колесные муфты. Все это было хорошим показателем для того времени, но частники продолжали обходить ее стороной. Им не нравилась грузоподъемность, которая была чуть более одной тонны, а также их озадачивал вопрос большого расхода топлива, который составлял до 18 литров на 100 км. Это был очередной проект УАЗа, который не смог разжечь огонь легенды, а стал подобием мокрой спички. Субтитры создавал DimaTorzok